В прошлом году этот участок на Ленина-122 купил индивидуальный предприниматель. Ветхий дом снес, на месте его затеял новое строительство. Поначалу соседи ничего не имели против, но, когда работы коснулись их спокойной жизни, забили тревогу. Через этот участок проходила газовая труба к соседям. Эта труба им помешала, ее нужно было убрать. Поэтому они приняли решение прорыть канаву от улицы Орженикидзе до дома 120 по улице Ленина и положить подземную магистраль. Осенью эти работы были сделаны, но ров, в котором находилась новая магистраль, долгое время не засыпался. И вновь жители соседнего дома стали призывать предпринимателя к порядку. Правда, на просьбу людей строители отреагировали по меньшей мере странно. Они разрушили у нас водопроводные, не водопроводные, а отводные сети. У нас лежали трубы, типа канализационных, для стока воды. Они это все вырыли, нарушили. И вот теперь мы стоим перед дилеммой. Вода у нас стоит в подвалах. Подтопленные подвалы. Подход к домам затруднен. Кругом вязкая глина. Эти кадры были сделаны нашей съемочной группой в середине апреля. Тогда же этой проблемой занялись специалисты администрации. Выяснилось, что собственник этого участка уже сменился. И новый сосед готов идти навстречу людям. Мы вышли на нового собственника. То есть это компания общественного сограниченной ответственности «Экоиндустрия». Которая на сегодняшний момент готова пойти навстречу нам. И, соответственно, жителям домов номер 122 и 124. И уже планируют до конца этого месяца восстановить данный участок в том виде, в котором он должен находиться. Исправить ли новый собственника грехи предыдущего, будет видно уже совсем скоро. Во всяком случае, обещания получены. Сейчас видны первые подвижки. Оконавливание вдоль подтопленных домов на Ленина началось. Субтитры создавал DimaTorzok